Привет! 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 Доброе утро! Добрый день! Приветствую вас, мои хорошие! Приветствую вас! Снимаю себя в зеркало шкафа спальни. Сняла постельное белье, занимаюсь делами. Сейчас нужно поставить стирку, пить кофе, все как обычно. А вот сейчас себя снимаю на 0,5, а до этого была на единицу. Расстояние осталось то же самое. Прикиньте, да, вот камера творит чудеса. Это у меня уже постельное белье на стирку. Здесь все перехлопало туда-сюда, 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 туда-сюда. Так, можно вот этим вот хомутиком зацепить все. Зацепить все, зацепить все. Вот очень хорошо. Ой, ветер сегодня такой вообще. Шторы просто парусами на это наливались. И по деревьям видно, что ветер. Такие вот кроны, они подстрижены, по ним не видно. Но вот флаги колышутся вон там. О, вот видите? О, ветрище. Ветрище просто. Смотрите. Очень приятно сидеть на балконе. Я сидела, разговаривала по телефону. Смотрите, смотрите, как шторы, да? Это еще потому, что у меня угол. Но опять же, это так кайфово, потому что угол так кайфово. Летом будет очень приятно здесь находиться. Балкончик будет обдувать с двух сторон. Он очень комфортно будет. Ой, надо заниматься делами. Я поняла, что лучше белого мыла вообще ничего не нужно. Даже белое мыло выигрывает вот этому пятновыводителю, который я до этого хвалила, в принципе. Так, это я уже здесь все протерла. Вот у меня ежедневная раковина. Знаете, раковина, унитаз. Тут пол обязательно протереть. Обязательно. В обязательном порядке. Все поверхности должны быть чистые. Пол в туалете. Обязательное условие. А зачем я закрыла шкаф, если мне нужно доставать порошок? Ну вот, чистая ебанашка, да? Ой, еще достаточно. Господи, он еще не заканчивается, блядь, никогда. Он мне надоел. Я больше никогда не куплю гелеобразный. Никогда. Только порошок. Ой, серьги. Срочно нужно надеть серьги, пока я не вышла из дома. Потому что такое может случиться. Так, постельное белье. Естественно, все прохлопанное на балконе. Естественно. С двух сторон. Естественно. Так, это темная вещь. А, так можно. Кухонное полотенце. Сюда же. Да. Сюда же. Так, 15 минут сейчас про это прокручу. Загрязнение особо нет. Вернее, были. Я их застирала. Я их застирала на руках. Мыло белым. И все идеально будет. Быстренько оно просохнет. И быстренько. Ну и быстренько чуи, быстренько. Сегодня такой ветер. И быстренько вечером ляжет на эту кровать. Все идеально. На самом деле, вообще все просто. В жизни не нужно усложнять. Вот, знаете, хожу, занимаюсь домашними делами. Уже 7 потов сошло. Так, я сожалею, что вот это кольцо у меня оторвалось. Оно же вот у меня с красного чехла. Так, хлебушек, хлебушек. Посуда. Ну, это как обычно, да? Ну, хотя, знаете, вот я вам что хочу сказать. Моя посуда грязная. Она чище, чем у некоторых языки. Это не страшно, что у тебя есть посуда грязная. Главное, у тебя душа чиста. Главное, душа чиста. Это точно. А, все хорошо, слава Богу. Так, серьги. Срочно серьги надеть. Иначе я просто-напросто уйду без них. А я вчера ходила вечером, вот в этих вот сережках. Хотела быть красивой. Ну вот. А сегодня тоже хочу, ну просто, сегодня хочу дорого, скромно и дорого. С брюликами. Сегодня пятница. Сегодня 24, да, мая? Сегодня, да, сегодня 24 мая. С Валерьевной уже поговорила. А, что вы там не вот... Ой, подождите. Ну, когда я тебе этот вопрос не нужно разобрать. Что вы там мне говорили, что я свою эту новую подружку, мою соседку, сказала, типа того, что приходи и забирай волосы. Конечно, у нее длинные волосы, и они могут вылезти. А я пол мою вручную. То есть, я должна ее тихо ненавидеть, мыть пол, собирать ее волосы с пола, да, с тряпки. И ненавидеть ее. Я вообще пресекаю эту ненависть. Зачем? Можно сразу сказать, человек, она очень, кстати, понятливая девушка. Она никогда не обижается, потому что она точно такая же, как я. Она конкретная. Все, вопросов больше нет. А по поводу того, что я изменила название видео, где я купалась в море. Хейтер, так не для вас вообще. Не для вас все это вообще происходит. Мне нужно было скомпрометировать, как бы сказать, вас на комментарии. Ну, вы начали комментировать, все. Видео вышло, как сказать, в рейтинге. Необходимое количество просмотров достигло. Я название изменила. Все. А что, какие? Одной рукой. Тем более лево неудобно. Ну, вот и все. То есть, я надеюсь, что я объяснила, да? Одну руку вообще не справится. Я надеюсь, что вы поняли меня. Я объяснила. Ответила на ваши вопросы. Может, там не теряться в догадках. Спрашивайте всегда у меня напрямую. Почему так? Почему так? Потому что я считаю так. Потому что в мой дом нужно заходить с собранными волосами. Я не хочу мыть и собирать ваши волосы. Welcome. Мои двери всегда открыты, как говорится. Буду песни вам петь и вино наливать. Но, если вы будете по моим условиям, по моим правилам играть. Объяснила? Объяснила. Думаю, что да. Не, ну вообще неудобно, конечно. Здесь кольца на телефоне. Вот это вот может быть мне этот чехол надеть. Либо у меня же еще есть чехол. У меня же еще вот такой вот есть чехол. Значит, надо посмотреть, где у меня кольцо еще должно быть. Вот оно. И вот еще кольцо вот специального для этого телефона. Или подожди. Не морочиться можно. Вот это вот сейчас надену, да? Уже запачкался. Но он как раз, вообще изначально, когда он был новый, он был цветом моего телефона. Такой мятный. А, мои хорошие. Сегодня же у нас какое число? Должны квитанции положить. Должны квитанции положить. А ну я взбегаю вниз. И по воде. И по воде должны квитанции положить. И по электричеству. Хотя может... Ой, котик лежит. Лежишь на холодном полу. А, положили на электричество и уже все растрясли. Лежишь. Пить, может быть, хочешь? Так, открыто. У меня вопросы есть к воде. У меня вопросы есть к воде. Потому что в прошлом месяце у меня было 80 лир. Я не согласна с этой суммой. Посмотрите, что пидорасы. Растрясли квитанции. Вы посмотрите, что. Пидор, ебаный. Нашла свою 135 лир. Да, это я внизу. Я пошла за квитанциями. Сейчас я приду. Жди меня. Вот это вот все нулевые распечатанные квитанции. Я не знаю. Иди смотри. Моя 135 лир. Лены соседки положу на двери повешаю. Вы посмотрите, она с картами Таро идет ко мне. Она с картами Таро. Это ведьма. И с кофе с налитым. Смотри номер своей квартиры. Или фио. Я на себя и на Лену взяла. Оказывается, ты такая способная и умеешь гадать. Да, конечно. Да ты что? Нашла, да? А то одна, да? Одна. На воду еще не положили это электричество. Я сейчас присяла. Фио уже на поле. Пошли. У меня 135 лир. Небо сколько? Где здесь его написано? Ну вот, вот. Вот. Блядь, 260. А, нормально. Да как ты могла нажечь столько электричества? Не знаю, я могла. Могла, да? Все пошли. Карты Таро, кем-нибудь в гости. Ох. Отлично. Тусанемся вместе. Ты уже перебила в деньги? Да. Так. Это Леня. Как мне идем наш, что я все кофе выкину? Что, мне некуда? Куда? Буду только если. Блядь, никак. Открыть-то двери. Блогер, блядь, ебаный. Тут же кофе, да, прихлебываешь? Да. Я слушаю. Ты в подъезде знаешь это? Как это сказать? Блядь. Не знаешь, да? Ну, это невозможно открыть одной рукой. Нужно. Ветер какой-нибудь. Ветер сегодня вообще пиздец. Я сбила тапочку, тебе пиздец. Умирать, что ли? Короче, ребят, все пучком. Да, проветриваю. У тебя вещи-то, как садиться? Ну, так сядь на другой стул. Вещь-то на всех стульях, что ли? Постаре волосы собрала. Вот какая умница. Так. Укрутим пока. Потом разрешаю белье. Пускай будет. Тебе, я так поняла, чай не наливать, кофе наливать, да? У тебя свое. Да, да. А я себе водички налью. Водички, а потом кефирчику. Чтоб утро началось прекрасней. Оно у меня и так прекрасно началось. Ой, восхитительно просто. Блядь, уже выпила стакан воды. Знаки вселенной. Слушай, какая ты. А ты же мне не говорила, что у тебя карты есть. Их можно трогать мне? Да. Да, я здесь вообще купила. Они турецкие, прикинь. Да? Прикольно, да. Прикольно. Они на турецком языке. Ты понимаешь, да? Буду учить, чё. В английский-то знаешь. Да не, я перевожу переводчиком, чё. Чё, чё, чё. Подожди, я только что карту взяла. Чё из Челябинска? Кислин Крал. Это что? Чё, говорит, из Челябинска, что ли? Ну, как значит, ребят. Чё, чё, кажется? Чё из Челябинска, что ли? Крал. Это же король. Король, это точно крал. Пентабли, да. Это хорошая карта? Да. Какая? Король Пентабли. Ну, это я поняла, что значит. Значит, денег будет новым. Сука. Сука, вот джись, а. Давай выпьем за это. Да. Давай. Поддержите. Так, всё. А, значит, вот это просто, ну, как просто. Это от Татьяны Мужицкой, может быть, ты знаешь? Нет. В общем, это просто, вот если... Я слилась, я её не просила приносить карты, даже не знала, что она не гадать. Ну, это просто развлекуха, а что? Ничего себе развлекуха, давай, давай, погадай. Это, вот, допустим, есть какой-то у тебя вопрос или сегодня на деле? Как пожелание от Вселенной, вот, от Вселенной подсказки. От Вселенной, да? Да, можешь вытащить три, если хочешь. Вот они не прямые, но вот... Я пойму, да? Как сама, да, будет трактовать. Ну, а хватит одной. Ты можешь показать себе, всем и мне. Ну, да ты вытащишься по одной, вот этот вопрос сформулировай. А, подожди. Сформулировай. Сформулировай этот вопрос. Давай снова. Давай. Вот что-то тебя, например, заботит или там... Ну, давай. Тебе хочется что-то узнать. Подсказка такая, знаешь, бывает, идёшь сегодня, читаешь день, раз, у неё карты сделаны. Сырена в ком-халате социальном пришла. С сеткой рукава, блядь, чёрный халат. С футбола здесь купили. В общем, хорошо. Уже здесь успела купить халат? Давай, давай. Всё либо то, либо... Всё либо то, либо не то. Всё либо то, либо не то. Вот такой ответ. Это сделано по реальным фотографиям. То есть она где-то видела... Всё либо то, либо не то. Всё или ничего? Можешь... Нет. Всё или это прямо всё то, или это... А, всё то. Всё то. И ещё можешь... Подожди. Ну, давай. И ещё дожди. Время спать, Коле, надо ждать. Значит, что-то подождать, видимо, надо. Время спать, Коле, надо ждать. Подождать надо? Чтобы было всё то, подождать надо? Нет, если надо ждать, то можно и поспать. Я так вот не то всё. Если надо ждать, то можно расслабиться, да? Отдыхать надо? Получать удовольствие? О-о-о-о-о, что вы думаете, на кофе напила? Пошла к себе домой кофе наливать. Просто, ага, пошла к себе домой кофе наливать. Давай, давай, возвращайся. У нас что-то так пасмурно стало. Сейчас нальёт кофе и придёт. Потому что моё кофе она не пьёт. Она попила, у неё сердце стряслось. Вот мы только что погадали. Мне вот вышла. Король, девятка пентаклей, император и солнце. Мы уже прочитали обозначение с помощью перевода. Короче, вот что мне выпало. Мои дорогие, у меня телефон разрядился. У тебя я его чуть-чуть подзарядила. Сейчас у меня уже 21%. Но мне всё равно нужно монтировать видео. И мне нужно его загружать. И то, да, сё, и пятое, и десятое. Сейчас мы ещё... Поворожим, наверное. Белила я буду развешивать тогда. Когда мы покурим. Не буду же, чтобы у меня тут всё прокуренное было на балконе. Тем более, белишка у меня свеженькая. Что мне? Короче, что я вам хочу сказать. Всё, покасики. Покасики, мои дорогие, покасики. Что как переводится у меня? Без дождя не было бы радуги. Сейчас моя подружка придёт. И будем дальше его рожить. Шик-шик-шик-шик-шик-шик-шик. Ну, короче. Сейчас уже придёт. Ждём её, да? Сняла чехол. Посмотрите, вот к этому красному. Такой был прекрасный этот. Видите, как красиво было. Но всё отпало. Сейчас вот этот вот надену. А, возможно, вы не видели у меня цвет-то телефона. А ну, гляньте. Вот он у меня, видите? Родной цвет телефона. Красивый, мне очень нравится. Очень. Вот этот чехол, он раньше был чище, и он полностью повторял цвет. А сейчас он какой-то запачканный. Хотя он протёртый антибактериальной салфеткой. Всё. Но какой-то он, да? Отличается под цветом. Раньше точь-в-точь был. Вот так вот держать, конечно, удобнее. Конечно, удобнее. Просто даже не сравнить. И плавать удобнее. Всё удобнее. Когда у тебя фиксируется палец, очень удобно. Очень. Я слышал уже. Сейчас идёт. Двери хлопнули. Идёт, идёт, идёт. Здрасте, здрасте. Забор как красить. Здрасте. Ты знаешь, да, этот прикол? Здрасте. Забор покрасить? Да. Здрасте, забор покрасить. Я уже сломала. И что, там все такое знают, что ли? Кто пришёл? Куда пришёл? Ну вот же у нас есть видео, этот. Я не знаю. Что-то, блядь, как-то хуёво работает? Что он? Ну мне... Да, блядь, что такое? Я не могу его включить. Ну и пошли вы нахуй, блядь. Но открыть я могу. Что за хуйня, блядь? Вот. Никого нет. Никого, блядь, нет. Так темно нахуй. Слушай, похоже, дело дождь, да, начнётся? Да, я смотрела, что будет дождь. Будет дождь? Да, что будет в этот год решить. Угу. Подтвердите моим, что у нас всё хорошо выпало, да? Смотрите обозначение карт. Мы почитали вот в этой книжке. Заебись. Деньги, любовь. Да, супер будет хорошо. Деньги, любовь. Всё богато. Сейчас ещё будет богаче. Это... Император. Супер хорошее знакомство со мной. Которое принесёт тоже деньги, кстати. Вот, вот. И, а закончится, сердце успокоится вообще красотой и поездкой на Мальдиву. Да так написано, Лиша. Да. Вы поедете на Мальдиву, видно? Слушайте, ну небо, это пиздец, гляньте. Всё, пока. Ну и что думаете? Дождик ведь пошёл. Покапал. И, кстати, ветер успокоился. Ветер успокоился, да. И ветер успокоился. И мы сидим, дальше ворожим. Один раз только поворожили. Ну подожди, ещё все впереди. Ещё не вечер. Да, правильно. Отсуждаем, что мы можем материться, да? Вся страна. Все матерятся. Все матерятся. Все матерятся. Плюс у нас все регионы России примечательны чем-то. Но в защиту, например, Урала, могу сказать, что у нас опорный край державы. Если что, на минуточку. На минуточку. Опорный край державы. Плюс это место, которое подарило стране очень много знаменитых людей. Вот так вот. Например, Светлаков, который, кстати, первый вот этот придумал басяцкий слэнк. Светлаков, это раз, мы держим он, кули-мусора, кули-мусора, кули, едем так, как ехали, даже в кули тоже. Ахахаха. Ахахаха. Летяка, да. Кто еще? Сурала. 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 Балабанов. Легендарный фильм. Нилета тоже, Сурала. Нилета, да. Агата Кристи. А давай про нормальных. Божов. Божов. Мамин Сибиряк. Вот так вот. Кольцов. Вот так. Ельцин. Ельцин. Это не самый хороший пример. Алкаш. Тем не менее, это все равно выдающаяся личность, имеется в виду. Он прославлен на всю страну. Мало того, он ее управлял. На весь мир. Да. Поэтому Урал, детки. Заткнитесь. Это Урал, детки. Это Урал, детки. Отлично у нас на Урале. Вот так вот. А зэки, кстати, и в защиту зэков скажу. Вот. Ковырялки, там такие слова люди применяют. Вообще удивляют. Но это, видимо, они. Потому что мы такие слова не знали. Это очень страшные слова. Если это просто вот они представят, что это такое, и вот загуглят значение или спросят такого. Страшное дело. Ну это не, это не как бы, как сказать, это не шутки такие, знаешь, во дворе там приколами переметнуться. Это серьезные вещи. Это можно ответить за эти слова, да? Ну, их же ковырялки вы в городе, их же настигнут потом за вот этого. Я тебе серьезно говорю. Их же, их же ковырялки в том городе, их же настигнут. Это как бы имеет смысл это слово. Ну, имеет определенный потекст. Подождите. Вас настигнут эти ковырялки. Что они сутки? Вот как подростки какие-то. Представляешь? Вообще. Хотя бы вдумывайтесь в слова, которые вы говорите, да? Они не вдумываются. Какой смысл прочитать? Моей аудитория нормальная и большая. Я думаю, все, кто у тебя там большинство, они наверняка понимают тебя. Да они, наверное, и не читают эту чушь. Да. Короче, все. Чао, крошки. Урал forever. Смотри, давай мне как распальцовка. А, кстати, еще вот одна выдающаяся личность. Вот она, конечно. Вот, вынырю. У меня раз. Раз. У меня распальцовка. Я всю жизнь, блядь. Так и жизнь. Глина су такого тоже сурово. Глина су такого тоже сурово. Вот, ясно. Опорный край державы. Все родственники наши трудились в. на благо фронта и сейчас мы с тобой делаем сейчас вклад по средствам налогов и это не только 13 процентов все тут просто много сказано защита урала и нам еще есть что сказать будьте уверены